Это крики, они такие вот, как вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Крики о помощи из Рубцовской гостиницы для стариков звучали практически ежедневно. Об этом в августе нашему телеканалу рассказали очевидцы. О том, что в частном интернате Рубцовска не все спокойно, стало известно еще в прошлом году. Общественники забили тревогу. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадью. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить. У них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере, полморозильной камеры мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион. Вода, соль, крупа. Больше ничего. Прокуратура выявила массу нарушений. Троих женщин организаторов приюта заключили под стражу. Но вместо реальных сроков прокурор просил до шести лет лишения свободы. Подсудимых отпустили на свободу, так как в их действиях отсутствует состав преступления. Там такой запах стоял, что вот просто глаза слезились. Там не предусмотрено даже проветривание. И там лежала умирающая уже бабушка. Я говорю, а какую медицинскую помощь вы оказываете? А вот мы привозим врачей. У вас лекарства-то на всякий случай экстренный есть? Есть. Покажите аптечку. Нету. После оправдательного приговора вскипел весь Рубцовск. Ведь условия содержания пожилых людей были действительно нечеловеческие. Сейчас бывшие постояльцы приюта содержатся в Государственном доме престарелых. Директор Государственного дома престарелых тоже присутствовал при вывозе людей, стариков оттуда, в свой государственный. Люди первое время наиста не могли, ели оладьи с хлебом. И постоянно спрашивали, сколько мы вам должны за это. У нас весь город в шоке. У нас весь город на ушах стоял, когда оправдательные приговоры. После общественного резонанса лояльным приговором заинтересовалась Генеральная прокуратура. В итоге оправдательный приговор на прошлой неделе был отменен. 13 октября состоялся в Варнауле суд, который отменил оправдательный приговор. И было принято апелляционное представление, в котором говорится, что передать это дело на повторное рассмотрение в новом составе судей и со стадии судебного разбирательства. Жители Рубцовска, общественность и экспостояльцы приюта надеются, что теперь организаторам не избежать реального наказания. А между тем, Министерство соцзащиты отметили, что на сегодняшний день в Алтайском крае вызывает опасения работы и других частных круглосуточных приютов. В настоящее время в 65 таких объектах проживает более 1600 граждан пожилого возраста инвалидов. Большинство из них, также отмечу, размещены близкими родственниками. Практика показывает, что там предоставляется низкий уровень качества помощи, отсутствуют необходимые условия. Министерство соцзащиты не всегда может контролировать частные организации, но, тем не менее, ведомство регулярно передает сведения в надзорные органы об интернатах. И остается только надеяться, что алтайские дома престарелых и их организаторы больше никогда не будут на карандаше генерального следкома. А чем закончится история с Рубцовским приютом, пока неизвестно. Мы будем следить за развитием событий.